Приветствую вас, друзья! На канале Хутор Леона Сейчас я съездил быстренько Получил посылочку от Виктора Канал Хочу в деревню Вот он мне прислал вот такой вот мелодик свой Даже вот видите с этикеточкой Все класс, красиво И такая вот крышечка красивая Блин, свой бренд, можно сказать Вот Так, потом вот такой вот кумпячок Ну я уже показывал поближе И уже даже попробовал Не удержался, попробовал Вещь вообще шикарная Вот отличается от того, что я делаю Я делаю обычное, как моя бабушка делала Кумпяк вырезается с ноги И потом Солится и подвешивается Вялится Ну там вялится буквально, ну может месяц-два Там вот А это уже вялено подольше Где-то полгода или больше Мясо получается Помягче и Понежнее чуть-чуть, чем Обычный вот кумпяк Вот шикарно Еще по ссылке Было письмо от Виктора И его семьи Леонид, шлем большой привет тебе Надеюсь также попробовать Твоего сыра Желаем творческих успехов И развития Ютуб-канала Отправляем тебе Североный кумпяк И мед с нашего красивейшего хутора Вот такой медик Ждем в гости всегда С наилучшими пожеланиями Виктор и его семья Со столетнего хутора Пана Яна Ну интересный такой вариант С письмом Ну так оригинально, конечно Ну что, сейчас я еще Попробую медик Мед такой вот нежный Доволен Сразу Даже чувствуется Вот когда ложка И берет Что он такой нежненький И такой мягенький Ммм Вещь Вот сразу чувствуется Что мед натуральный Настоящий Без каких-либо добавок Потому что есть мед И вот я тоже покупаю Так У людей И иногда Так банка и остается Полная Потому что я его не ем А этот сразу чувствуется Что Вот то, что надо Так что Виктор Мед у тебя вот такой Отличный Неделя выдалась Довольно сложная Такая напряженная Некогда было Даже сесть Отдохнуть Немножко Вот И наконец-то Вот Я съездил уже За посылочкой Сейчас в саду Посижу Отдохну Хорошо так Покушаю Вкусного Кумбечка С бутербродиками Ммм Виктор Большое спасибо Решил я сегодня Наконец-то Приготовить Нацарелку Давайте посмотрим Что у меня получилось Должна получиться Была Нежная Мягенькая Вот так Уже прям клепо Трасится Чтоб ее угостили Режется Отлично Я скажу вам так Посмотрим Вот Ну что На вкус Так Ммм Шикарно Что это Тебе клепо Держи Помогаем Гражданам Нашей деревни Очистить Свои участки От травы Вот смотрите Какая травища А тут Мы уже Пару дней Паслись А дуванчики Ушли Только в путь Видите Класс Тебе клепо Тебе клепо Тебе клепо Друзья Хочу поделиться С вами Вот Что у меня Получился За сыр Помните Вот этот холуми Если я показывал Что у меня не Получился Да И что вышло Что-то другое Так вот Я его завокумировал Он пролежал Три недели Я сейчас достал И это просто Обалденный Нежнейший сыр Я думал Что В принципе У меня Получиться Должна была Что-то вроде Моцареллы Если вот так Вот посмотреть По рецептам Но Получилось Совсем Другой сыр Вот он Такой нежный Мягенький Вообще Вот Шикарный Вот такой Вот смотрите Буквально Вот это у меня Я там был Без ничего А этот сделал Вот с мятой Который Даже с мятой Он просто шикарен Вот КОНЕЦ 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 Нас наконец-то уже потеплело И да, уже и скоро лето Поэтому я решил восстановить Свой летний душ КОНЕЦ КОНЕЦ два года назад. Вот он у меня два года отстоял, все отлично, ничего нигде не сгнило, все в порядке. Только что вот пленка была испортилась, пришлось новую нацепить. Да, Клёпа? Но этот раз эта клеенка из торсовья оказалась не прозрачной такой, ну, как в прошлый раз, она была полупрозрачная такая, и света хватало. Поэтому я решил этот раз, раз она темная такая, добавить еще просто прозрачной сверху пленки, чтобы там внутри было светло. Бак так и целый остался. Это вот, что я тогда ставил, тоже вот целое. Ничего с ним не случилось, все нормально. На пленку у меня ушло 5 рублей, и на саморезы 5 рублей. Вот и все мои расходы. То есть ультрабюджетно, скажем так. При наличии материала, конечно, можно было бы сделать и получше. Ну, думаю, для деревни и так довольно неплохо. Ну и сейчас покажу модернизацию, которую я сделал. Это вот эту вот шторку новую. В прошлый раз я тут так как-то тут сделал, оно ну, неудобно было и рвалось в итоге потом. А вот шторка, сейчас я вам покажу, совсем другое дело. Вот она так цепляется, закручивается. Хоп, снимаешь. Раскручиваешь, хоп, и тут все. Как дверца такая. Там вот палка внутри закручена. Она как противовес, не дает ветру получается поднимать пленку. И все вот тут вот. Видите, светло, хорошо, моешься. И даже можно наблюдать, если вдруг кто-то придет, кто там пришел в гости. Ну, а так вот выглядит вот снаружи с закрытой дверкой. Вот она. Клепа уже умается, значит, скоро и я пойду мыться, испытать, как она там. По такому плану я хотел сделать туалет, но сейчас побыл внутри и понял, что, ну, там, душновато. Вот. И надо будет делать немножко по-другому тогда. Не пленкой, а, наверное, с шифера. Так, она тебе мешает, блин, а? Для тебя положили, что ли? Срыву он, блин. Что ты делаешь? Ну, ты козел просто. Ай, ты гад. Вот надо тебе, да? Надо скинуть. Мешает. Ага. Все, не получается дальше, да? А, ты хитрый. Не поддается больше. Все, сдался. Или нет? Пошел думать. Беспокоить ее, эта штука, да? Ну, давай уже, мобдай, да, вталкивай. Осталось что-то тут буквально. Ура, у нас дождик пошел. И такая вот радуга. Класс, вообще балдеж. И там даже кусочек второй есть, вон, видите? А мы с козами убегаем домой. У меня там еще машина, это, люк даже открытые, окна все. Погнали. Погнали. На мой. Сайон. Сайон, это, оторвал свой этот фартук. Блин, надо пришивать. Ну, пошли. Класс, радуга такая яркая, вообще стала офигеть. Камерам не передает, конечно, такого. Шикарно. Ну, похоже, дождик ненадолго тут. Можем не на 10-15. И все. Так, я сказал, домой давайте. Попытка номер 245. Вышли. Сегодня я уже навязал. Ленточки потратил, последнюю простынь порезал. Вот, я покосил все. Потому что пока мы тут тренировались, трава уже такая выросла, вон. Вышел этого электропастуха. Пока что больше всех понял козел, что лучше не подходить. А вот все остальные еще как-то... Особенно креветка. Ей никак не доходит. Ладно. Я пока присматриваюсь за ними. Посмотрим, как они будут вести дальше себя. У нас была засуха. Трава не очень хорошо подросла. А сейчас передают дожди каждый день. Ну, как дожди. По пять минут утром, пять минут после обеда. Вот. Все назаготавливать как бы. Только будешь мучиться с этим сушкой. Поэтому жду пока установится нормальная погода. И занимаюсь в это время веничками. Сегодня раздобыл вот такую красоту. Вишневая поросль. О, смотрите какой аромат, блин. Козы просто обожают вот это вот все. На месте не вязал веники. Сейчас с багажника буду доставать и сразу просто вязать и все. Потом подвешивать где-нибудь. Сушиться. Наконец-то они уже спокойно пасутся в электропастухе. Уже когда подходят, смотрят на этот, на проволоку. Такие, во, туда очень не лезьте. Ну, иногда кто-то еще бывает залазит, это подвазит. Но уже не так. В общем, я их уже спокойно оставляю и сам иду своими делами заниматься. Уже совсем другое дело. Вот. В этот конец, в самый дальний кресло, они боятся идти. Только если я рядом, так они сюда подходят. Вот. А тут травата вон какая, смотрите. Хорошая. А вот это вот кусок, смотри, вот эту часть. За три дня уже вот так вот выели. Еще, короче, дня четыре. И тут будет уже все съедено и придется переставлять. А участочек тут, так я скажу, на соток двадцать я, наверное, отгородил. Придется потом вот туда на вторую половину выставляться. Ну, не думал, что так быстро пойдет это выедаться травовой, видите. Потом, как они выедят, придется прийти еще косыть подскашивать. То, что это пооставалось. Потому что вот эту траву они есть не будут. Вот. Ну, в принципе, в сене она, как бы, они еще ее как-то чуть-чуть едят. Ну, больше на подстилку пойдет потом высушиться. Вот. Смотрите, как выедает. Конечно, это не овцы то, что под самый корышок. Но вот, в принципе, уже неплохо. Несмотря на то, что у меня есть коса к мотоблоку, да, и можно было бы коситься мотоблоком, но я решил все-таки купить себе новый триммер. И знаете почему? Потому что триммером, мне кажется, быстрее косить, чем мотоблоком. И легче, я вам скажу. Вот. Для того, чтобы... Смотрите, ширина прокоса какая. Тут где-то метра два получается, да. Для того, чтобы скосить два метра мотоблоком, это надо три раза проехать. Это получится три прокоса. А тут получается один прокос. Потом, когда сушишь все на один прокос, легче перевернуть, чем три прокоса. Вот. Уже на сколько работы меньше, да. Плюс, тут, когда один раз проходишь триммером, получается, что... Как тут лучше сказать? Ну, то есть, по скорости получится одно и то же. Что один раз триммером пройти, что три раза мотоблоком. Но при этом мотоблок съест, например, два литра бензина, а триммер только пол-литра. Вот. Этот раз я взял себе четырехтактный для того, чтобы мне легче было. Руки потом не тряслись после кашения. А то у двухтактных сильно большая вибрация, ну и шумят они гораздо шумнее двухтактные. А этот работает тише. Ну и плюс еще такое, что расход бензина меньше. Вот. Саму марку я не показываю, какой брал, потому что никто не согласился для рекламы хоть скидку сделать, а бесплатно рекламировать кого-то я и не собираюсь, как говорится. Потом, может, когда этот канал расширится, то буду брать там на рекламу, если кто-то даст. Буду тогда снимать обзоры. А так, пока что. Просто так кому-то делать рекламу. Вот. Взял, как говорится, на то, что денег хватило. Ну и скажу, что выбор, в принципе, неплохой. Только что ручки чуть-чуть неудобные. Другие б хотелось бы. Ну а так вот, видите, косит как. А, да, еще плюс, что триммером скашиваешь, можно сказать, под самый корешок, а мотоблоком где-то вот столько еще будет оставаться. Ну и триммером можно косить, где не ровные участки, а мотоблоком, где не ровные участки, уже сложнее обкашивать. Плюс, нож к мотоблоку, если где-то на камень попадешь, будет дешевле купить и заменить его легче, чем на косе мотоблока. Вот такие вот, короче, разницы. А косу к мотоблоку я потом, она у меня немножко там, ну, как уже, хорошо был, вот, надо будет подремонтировать и можно будет это продать просто-напросто, если кто ее купит, не знаю. Ну, как вариант ее состояния придать ей нормальное, покрасить, смотришь, кто-нибудь да и купит. Просто шикарные венечки, большие такие. О, коза, хорошо зимой будет. Таким можно даже поменьше сделать, в бане сходить с вишневым. Интересно было б, никогда не пробовал. Интересно, можно было б сделать пару маленьких. Вот только надо завязывать под ребром. Вот тут я сейчас завязываю просто проволокой, чтобы подвесить, сушить и все. Потом зимой быстренько проволоку развязал, не надо нитку разрезать. Вот, то есть руками можно спокойно развязать и все. О, вот эти какие. Кстати, надо листиков будет еще нарвать на чай, это зимой. Из вишневых листьев, как добавка к черному чаю, ну или к другим плевиным чаям. Тоже очень неплохо. Киван чаю вот, подсыпать. Очень хорошо. Даже не ферментированный, вот просто высушить зеленый лист. Здесь тоже очень даже неплохо. Комары, не мешайте мне. Все на чердаке подвешу, они спокойно высохнут, без проблем. Зато козы как будут рады. Больше всего, наверное, они любят кленовые. Вот. Ну и из фруктовых деревьев тоже тут вишни, яблоня, там вот слива. Тоже очень хорошо. Вот почему-то хуже всего липа идет. Типа они как-то так, не очень любят. А все остальное идя только в путь. Бедрозу хорошо. Ну а сильно может это так, похуже. Я сильно не заморачиваюсь его с завязкой. Чем быстрее, тем лучше, как говорится. Потому что веники, это слишком долго их нарезать. Потом связать. Вот для меня быстрее сено заготовить, чем веники. Ну веники нужны, получается, это для коз, как дополнительные, как витаминки такие дополнительные, там крапивные еще можно веники делать. Тоже очень хорошо. Крапива. Они даже вот осенью, когда уже мало травы становится, любят крапиву покушать. А зимой когда это, так они крапиву вообще обожают. Скажи, Клепа, помогай веники вязать. Что ты там сидишь? Иди посмотри, где там козы. Не сбежали еще у нас. Видите, теперь вот хоть не надо это стоять пасти, пока они пасутся. Я вот могу им веников на зиму нарезать, сено накосить. А так бегал бы за ними, как бешеная собака. Ну-ка, куда я сейчас завалюйся. вот пока чуть-чуть полежали даже внутри нагрелись горячие сделаем и поменьше венички такие небольшие потом в тенечек повесим и будет все шикарно пошел я париться ой козы возвращаются напаслись похоже ну что товарищи вы уже напаслись домой бежите что смотрите это зимой будете есть не сейчас на зиму все или вам веточку дать попробовать только не подходите близко шахнет по носу ну а нас от меня сейчас не шахнуло о как вы любите да, вишеньку заварите отъедайте видите, они уже боятся видят проволоку и не подходят отбегают сразу вот молодцы научились теперь еще веники довезу вечерняя дойка вечерняя дойка